В Чуйском областном центре семейной медицины прошел семинар по проведению информационно-разъяснительной работы по проведению акций среди населения по профилактике сахарного диабета для выявления лиц с высоким уровнем сахара в крови. На семинаре для представителей медицинских учреждений были даны ответы на самые важные вопросы в плане профилактики лечения сахарного диабета. В частности, были обсуждены вопросы на тему, что такое сахарный диабет, актуальность сахарного диабета в Крымской Республике, как защитить себя от сахарного диабета и как предупредить о осложнении сахарного диабета. Сегодня мы здесь собрали 28 октября сельские комитеты здоровья. Здесь у нас в Аламдунском районе 27 сельских комитетов здоровья. Они здесь собрались для того, чтобы у нас, как ранее сказано было, 14 ноября – это день борьбы с сахарным диабетом. Для этого мы собрали, чтобы 12, 14, 15 у нас в райцентре села Лебединовка будет акция. Мы всех желающих будем измерять сахар в крови и рекомендации дадим. С нами будут эндокринологи, врачи, медсестры. Люди сами, зная, что у них вот это вот не проверяется. Люди, люди не ходят, они информированы, они знают, что такое сахарный диабет, как это это. Все профилактику они знают, но они не ходят, не проверяются. На данный момент у нас проходит первая фаза нашего проекта. Проект, он поддерживается Всемирным фондом диабета и Всемирной организацией здравоохранения. Этот проект направлен на раннюю диагностику и выявление осложнений со стороны сахарного диабета. И вот сегодня проходит очередная встреча с сельскими комитетами. Мы здесь их обучаем основам профилактики, основам диагностики сахарного диабета. В дальнейшем их главная задача вовремя выявить осложнение и вовремя выявить сам сахарный диабет. Сахарный диабет входит в число самых распространенных в мире хронических заболеваний. И эта болезнь стала изучаться как социальная проблема, которая стала в последнее время весьма актуальной. Многие граждане Кыргызстана не обращают внимания или вовсе не знают, что болеют сахарным диабетом. Проведенный в начале года городским эндокраниологическим центром анализ текущей ситуации показал низкую осведомленность и выявляемость сахарного диабета среди населения. Самая главная трудность это неинформированность, потому что у нас не идет много просветительных работ, в которых бы людям рассказывали о ранних симптомах сахарного диабета, о профилактических мерах осложнений сахарного диабета и вообще о профилактических мерах, которые помогли бы людям не заболеть сахарным диабетом. Главные факторы риска это наследственность, второе это возраст, лица старше 45 лет, это высокое артериальное давление или все люди, которые имеют хронические какие-то осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, это лишний вес, это малоподвижный образ жизни, это женщины, у которых в анамнезе были, крупный плод в анамнезе был. Вот в основном это главные факторы риска. Классическая симптоматика имеется далеко не всегда. Примерно половина пациентов старше 40 лет с первые выявленным диабетом вобще не испытывают никаких симптомов. Благоприятное влияние на организм оказывают пешие прогулки, быстрая ходьба, утренняя гимнастика, плавание и танцы.